ребята всем доброго времени суток всем привет привет сегодня у нас пойдет с вами речь о полной так скажем информации полный подготовки полный по подготовке к покупке у блефара вот все нюансы все пункты которых желательно придерживаться при приобретении у блефара да все с вами будем сегодня обсуждать у нас есть несколько пунктов о которых мы хотим вам рассказать все будет подробно рассказано вот это смотрите ребята будем рассказывать про внешний вид у блефара естественно обязательно про генетику то есть присутствует там гены не присутствует условия содержание тоже очень важный момент как бы как и ушка содержалась у предыдущих хозяев в каком возрасте нужно братью блефары и также естественно ценовая политика категория все это мы будем сейчас с вами обсуждать да и у нас будет представлена как раз два примера это взрослый блефар от ну будем считать от полутора лет и выше то есть на примере вот нашего горько и у блефара до года то есть наверное где-то от двух недель месяца до года на какие нюансы могут быть с ними при покупке вот начнем мы с вами со взрослого блефара вот видите наш тут красивый горик уже в новом месте самочку тут почувствовал вот вот вы наткнулись на объявление авито юла возможно в контакте нашли объявление заводчика первое на что мы собственно обращаем внимание с вами это внешний вид разговор пойдет про внешний вид блефар внешне он должен выглядеть не истощенным то есть торс тело должно быть сформировано прям но такое плотненькая блефар чек должен так и толстенький упитанный хвостик должен быть насыщенный такой семи веществами минералами но должен быть прям такой хорошей округлой формы обязательно обращайте внимание на то что чтобы у и у блефара были все пальчики на месте чтобы не было такого что там не знаю пол пальца нет чтобы был в порядке хвост обращайте внимание на также цвет хвостика бывают такие заболевания типа грибка то есть там кончик хвоста может быть коричневым также на теле могут быть неестественные пятна то есть не похожи на красное это тоже надо обращать внимание например и ушка должна быть вся чисто горчичного цвета у нее где-нибудь на боку какой-нибудь прям на пупырочки такой прям подозрительные пятнышка пятнышка да то есть это может быть и конечно окрас такой но это тоже все зависит от морфы если морфы например white and yellow то у них есть такая генетическая особенность у них мог может быть рандомное пятно просто на теле то есть девушка вся светлая у них может быть пигментация нарушена и будет черное пятно то есть это нормально вот именно у морфы white and yellow ну да плане окрасы это может присутствовать вот также обратите внимание на строение челюсти именно угли фара то есть но внешне должны быть зубки конечно маловероятно что вы сможете посмотреть вот но она должна быть без дефектов внешних то есть какие-то видео при кормлении угли фара обязательно нужно запросить у заводчика но чтобы вы могли посмотреть как угли фар опять же набрасывается на пищу свою как он кушает как он трапезничает в общем от начала до конца своего процесса вот ну дальше у нас с вами смотрите ребят идет уже генетика тут мы с вами запрашиваем как бы внешне мы и ушка посмотрели все нормально хорошо спрашиваем морфу и блю фара по морфе что мы с вами можем узнать присутствует ли ген и нигму и ушки какие были родители ушки кстати этого тоже очень важный момент спросить насчет родители обязательно запросите у заводчика фотографию и морфы родителей потому что они вам могут написать одну морфу а по фотографии это морфы не соответствует то есть значит вы сразу поймете если будут будет разно одна фотография и ушки например хаилу а морфу он напишет какой-нибудь не знаю там и нигму например то вы сразу естественно поймете то что этот заводчик вас обманывает пытается завести вас в заблуждении естественно ему не стоит доверять и кого-то у него брать так что обязательно запрашивайте фотографию и морфу родителей да чем больше будет у вас видео и фото подтверждение у бле фара тем вы сможете сложить какую-то картинку уже воедино как бы как и у бле фар себя ведет и при кормлении о чем мы говорили ранее и про его походку то есть про тот же самый синдром и нигмы это вот промахи по пище опять же то есть кормление чем может идти это вот как раз видео то есть вы запрашиваете видео у заводчика если гены нигмы если присутствует гены нигмы то обязательно запрашивайте видео чтобы понимать насколько проявляется этот синдром у вашей эушки тагорику нас уползает до синдром может быть слабой средней и тяжелой степени слабый синдром конечно довольно таки тяжело определить так сходу обычному начинающему киперу то есть если у вас никогда не было бле фара это очень сложно понять и тут нужно как бы определенные навыки то есть умение познания так скажем террорию мистики в бле фарах чтобы понимать насколько вот животное проявляется синдром вот но самое главное если синдром легкой степени в принципе это ничего страшного но если синдром средней там или высокой степени вы конечно же на это обратите внимание вот и как бы с этим угле фарам нужно будет иметь определенный но определенный навык кормления то есть определенный уход и ушки такие с синдромом опять же смотря какой синдром на слабые или же тяжелые достаточно такой степени сильный и ушку на смотрите кружится вокруг своей оси она промахивается по еде смотрит наверх то есть запрокидывает голову и некоторых прям вот при совсем совсем тяжелых тяжелых случаях и ушки могут даже в приступ падать то есть они переворачиваются на спину и так могут лежать не ссылочка на синдром и нигмы будет вот верхнем уголочке вот здесь где сейчас горик горик до находится пытается сбежать там вы конкретно сможете ознакомиться про синдром и нигмы и узнать уже всех его таких тонкостях нюансы но ребят еще раз повторяемся обязательно если вдруг одну вы спросите и вам скажут то что да у и ушки есть гены нигмы но они вам скажут что он не проявляется все равно запросите видео потому что вот у нас была ситуация с нашей сигмачка мы тоже запросили не запросили видео мы спросили есть ли синдром или нет нам сказали что синдрома нет но после того как мы ее приобрели спустя где-то наверное несколько дней мы заметили что она как-то промахивается по еде когда кушает да не всегда попадает наша первая нигма которая была у нас коллекции вот и мы начали как бы понимание вообще пришло синдром и нигмы уже спустя какое-то время то есть через полгода синдром начал усиливаться и мы следили за всем его так скажем раз выявлением развитием да то есть это все менялось прямо на глазах можно сказать вот поэтому ребятки обязательно запрашивайте видео чтобы сразу увидеть какой на какой степени этот синдром присутствует ли он вообще чтобы вот вы все это видели да просто просто при морфе что это и нигма немножко насторожитесь так скажем не насторожитесь просто поинтересуйтесь третье на третий наш пункт на который тоже стоит опираться это стоимостью глифара вот с нами конкретно стрип ну при их происходил случай опять же это было на рептилиуме да когда макс ноу продавали за 15 тысяч рублей и как бы продавец быть ну естественно сразу поступали вопросы от нас почему такая цена вот продавец говорил что это не я продаю так это там хозяина животные все дела как бы я просто продаю средняя стоимость макс ноуна говорю из поддержка средняя стоимость макс ноу в районе трех тысяч и выше всегда анализируйте рынок перед покупкой у блефара то есть нужно промониторить объявление опять же всей либо этого к либо это авито приблизительно прицениться начало рынка соответственно и стоимость у блефара в общем также это может влиять возраст у блефара стоимость может варьироваться выше ниже морфы у блефара тоже на это стоит внимание уделять и опять же синдром также у нас есть видео здесь тоже будет ссылочка в правом углу от чего зависит стоимостью блефара это тоже вам поможет в приобретении на своего пупырчатого друга также ребята обязательно обращайте внимание на возраст приобретения и ушки если вы хотите например взять молодую осыпь грубо говоря двух или трех месячную то это прям хороший идеальный вариант 2-3 месяца это прям замечательно 6 месяцев тоже может взять девушка спокойно но ни в коем случае не берите там не знаю недельного блефара или же там месячного то есть это достаточно маленький возраст в таком возрасте практически невозможно определить тот же самый синдром у пушки потому что она еще слишком маленькая и синдром не так сильно выражается что ли то есть насчет промахов по еде и ушки они тоже же не роботы они не могут не промахиваться по идее то есть это может произойти случайно если ваша и ушка один раз промахнулась привет то не надо думать что она все синдромные там как какая-то болеющая или еще что-то вот в этом духе да это должно на регулярном плане то есть пойти промахи вы будете замечать но это не так сильно критично вот критично уже идет тогда когда я ушка запрокидывает голову вокруг своей оси крутится про маленьких облефаров чуть позже мы уже подробно расскажем сначала у нас взрослые усы но это я сейчас говорю про возраст каком лучшем возрасте брать так вот средние это два-три месяца ну естественно и старше там уже дальше там дальше уже все будет понятно сидит смотрит потом ползает и горько вот так дальше следующий наш пункт это условия содержания угли фара тоже один из немаловажных пунктов которые опять же вы сможете узнать от заводчика по фото и видео каких условиях содержится угли фар на каком субстрате если это песок опять же недавно у нас видео было также будет ссылочка про фекалию угли фара последний наш ролик вот сможете ознакомиться как раз про то какими проблемами можно столкнуться при содержании на песке но здесь есть два лагеря людей которые думают что песок это довольно таки опасная опасность утра для содержания кто-то думает что все в порядке и содержит как вот наши знакомые содержит на песке все хорошо все зависит от угли фара потому что некоторые угли фара поедают свой грунт у них потом пекали их песок обнаруживается а некоторые совершенно нормально на нем обитает поэтому вот все зависит от вашего вот этого вот маленького друга если он адекватный адекватный то все хорошо и можем содержать на песочке до обращайте внимание тоже на характер у блефара желательно конечно встретиться если у вас есть возможность подъехать посмотреть у блефара то желательно подъехать посмотреть именно так его на ручке посадить то есть по вам поползал вы уже понимали что как бы это животное вам очень нравится с ним все хорошо все в порядке но так что это как вариант один из вариантов которые можно рассматривать еще один фактор из условий содержания это кормление у блефара нужно уточнить чем его кормят как бы какие витамины используют при кормлении как часто блефар кушает опять же если блефар тощий на вид у вас должны закраться такие сомнения как бы немало ли он кушает у этого заводчика то есть получает ли он все необходимые там витамины кальций вот опять же это вы можете понять из первого нашего пункта строение тела строение ту вещь у блефара хвостика его упитанного то есть если у блефара уже там больше чем год он уже должен быть довольно таки такой упитанный такой на едистве у блефар но опять же ребятки есть один нюанс и один момент некоторые энигмы они постоянно худенькие вообще вот при синдроме у ушек у которых уже достаточно синдром запущенный там среднести степени и глядь дальше я за него переживаю все-таки не полезет у них получается они могут кушать не очень часто то есть они могут очень часто отказываться от еды и поэтому они вот худоваты то есть как бы их вроде кормят но они отказываются и не так у них набирается хвостик что ли питательными веществами потому что у нас вот наш рыжик ему получается было полтора годика он выходит был очень худеньким это вот но он у нас тоже с геном и ним но него слабых синдромом промахивается по идее но все равно это присутствует и вот до полутора лет он был очень худым хотя кушал очень много то со своими средств по сравнению со своим сверстником подсаком он был достаточно худым а подсак был очень кукленьким кулинки мальчиком милом да и например вот во время гона когда самцы и самочки начинают спариваться самцы очень сильно худеют очень сильно только что хотел об этом сказать вот до сезона размножения когда-то присутствует они могут не есть неделями то есть вот у нас очень много мальчиков которые они едят и вот как его зовут бостон бостон один из парней не гор хотя гор тоже вот схуднул у него достаточно тоненький хвостик бостон у нас прям вообще как маленькая точенькая глиста да самцы трещат хвостами корм им не интересен им интересно только поухаживать за самочкой ну это сезон размножения как бы тут никуда не денешься скажи катает мне поэтому если вы приобретаете угле фара в период гона тоже имейте этот фактор ввиду и и обязательно насчет вот и витамина с кальцием спрашивайте у заводчика или у того у кого собираетесь покупать свою будущую эушку какими витаминами и какой кальций используют этот заводчик чтобы вы не не перешли на другой на другие витамины то есть смотрите какая ситуация может произойти если эушка например кушал до этого витамины от фирмы не знаю какой-нибудь кальций плюс или там аква 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 пускай будет какая-нибудь а потом вы резко начали кормить витаминами репаши то у эушки может произойти диарея потому что вы перескакиваете с одних витаминов на совершенно другие то есть это совершенно другая фирма и там естественное соотношение витаминов и кальция да и вообще каких-либо микроэлементов добавок разное что одной фирмы что другой а вы так бац с одного резко на другое перескочили естественно у и уши у ушки может произойти диарея и даже некоторых и ушек может стошнить такое тоже бывает но чаще всего и ушек тошнит от переедания и на смене корма также может быть на смене кормового объекта если углифару вас уже дома у него также может быть диарейка диарея до и стресс насчет вот кстати переезда если вы только-только приобрели и ушку и она у вас отказывается от еды насчет этого тоже переживать не нужно это просто самый обычный стресс стрессовая ситуация в новом месте новые запахи и новые ощущения поэтому волноваться тоже не нужно вот что касается информации про побрить приобретению взрослой особи теперь мы немножечко поговорим о наших маленьких парах горько мы сажаем в его сменный контейнер и поговорим немножечко малыш и его нужно высадить на травку наша красивая морфа в этом елу да правильно да да в этом елу энигма был эклипс такой потрясающий малыш мальчик очень хорошенький миленький светленький да если вдруг вы не хотите покупать взрослого юблефара или просто-напросто его нет в продаже то можете рассмотреть вариант приобретения какого нибудь юблефара помоложе но опирайтесь на такие моменты как не проявление синдрома в разном в раннем возрасте все болячки начинают проявляться уже где-то наверно к семи к восьми месяцам в 3-4 месяца да то есть желательно брать юблефара не моложе трех месяцев вот это тоже довольно таки важный фактор ну возможно просто возьмете юблефара потом будут такие вот подарки в виде синдрома и которых вы вообще не ожидали то есть думали что все хорошо с юблефаром довольно таки часто происходит по неопытность именно людей которые приобретают углефары ничего не знают про синдром энигмы это наверное из основных проблем которые ну не то что даже проблем если вы готовы содержать углефара синдромом как бы настроены на это как бы понимаете всю зону ответственности содержание этого углефара то в принципе все нормально по содержанию от обычного углефара он отличается только по сути кормлением и знаниями немножечко про синдром цена на них как правило чуть ниже чем на взрослые особи но и опять же окрас у них проявляется только ближе уже к трем-четрем месяцам можно понять что это за морфы так приблизительно ну опять же фото родителей обязательно нужно запрашивать вот то получится так что возьмете углефара меньше трех месяцев там месяц грубо говоря глифару месяц или два у него еще не сформирован окрас морфа как вам заявит заводчик какая-нибудь там танжеринка а по факту он совсем другой у вас перецветет ребят 2 экстренное включение сначала до разрядилась то теперь памяти не хватает поэтому подведем итоги с вами обязательно при покупке обращайте на все те нюансы которые мы сказали выше горик тоже тут выползает путешественник обязательно обращайте на все эти нюансы при покупке на стоимость на внешностью блефара на то какие у него родители генетика это все очень очень важно так что желаем вам всем огромной удачи при покупке этих прекрасных и замечательных малышей да кстати даже может быть кто-то из вас заметил сейчас при просмотре видео один факт по этому малышу напишите на каком факте об этом напишите в комментариях всем пока пока всего доброго ребята